Участие бизнеса в выполнении национальных проектов выгодно и самому бизнесу, и всей стране. Об этом 14 марта Владимир Путин заявил на съезде Российского Союза промышленников и предпринимателей. Президент традиционно уделяет большое внимание диалогу с деловыми кругами. Всегда большая тема правила, по которым работают ведущие компании страны. Говорили еще и о новой схеме жилищного строительства. В теме разбирался Михаил Акинченко. Мы спим вообще практически на полу, потому что ни кровать не собрать, ничего. Телевизор вообще примотали к батареям. Мойка для кухни в коридоре, в нераспечатанных коробках посуда, а люстра на подоконнике. Все это покупали к новоселью. Его планировали справить еще в 2016-м. Но за несколько месяцев до срока застройщик объявил о банкротстве. И с тех пор супруги живут на чемоданах. Квартиру не получили и деньги им не вернули. Платим, переплачиваем по 20 тысяч за съемную квартиру. То есть, получается, у нас один член семьи просто работает на съемку. Вот готовимся к переезду. Уже потихонечку собираем коробки. Марина с мужем и детьми тоже на чемоданах. Впрочем, в радостном ожидании. Их новую квартиру обещают построить в следующем году. Деньги за нее они уже тоже заплатили. Вот наша будущая квартира. Почти 60 квадратных метров. Вот кухня. Почти 20 квадратов. Мечта любой хозяйки. Как и любой дольщик, Марина верит, мечты обязательно сбудутся. Впрочем, даже если этого и не случится, она, как минимум, ничего не потеряет. Ведь уплаченные за квартиру деньги сейчас хранятся на так называемом эскроу-счете. Это нечто вроде банковской ячейки. А строительная компания взяла в этом же банке кредит на новый проект. Как только все дольщики получат жилье, деньги с эскроу-счета закроют этот кредит. Если же застройщик не выполнит свои обязательства, все средства вернутся покупателям. Финансами теперь рискует исключительно банк. Банк в онлайн-режиме может следить за ходом реализации проекта. Какие средства поступили, на что они потрачены, какой идет темп продаж. То есть это очень быстро и удобно. И в принципе происходит полностью автоматически. Опробовать новую финансовую схему пока решились единицы. Большинство же строительных компаний еще присматриваются и сомневаются. Впрочем, времени на размышления осталось не так много. С 1 июля прежняя система долевого строительства уходит в прошлое. Но в отличие от обычных дольщиков, понимают застройщики, банкиры куда тщательнее будут оценивать потенциальные риски. А значит, выдача кредита может затянуться или в нем вообще могут отказать. И этой теме была посвящена одна из дискуссий на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Ну вот не рвутся банки кредитовать застройщиков. Заставить их, наверное, не очень просто. Может быть, как-то все-таки банки еще раз, ну не знаю, там, уговорить, попросить, стимулировать, чтобы они рассмотрение проектного финансирования делали более заинтересованно, ну и, простите, может быть, еще более смело. Я уже много раз говорил, а вы это прекрасно понимаете. Мы не можем делать это за счет граждан. А получается, что вот эти обманутые дольщики – это кто такие? Это те, за счет кого строилась и отчасти социальная инфраструктура, и дома вводились, потому что деньги-то от них получали, а им ничего в конечном счете не давали. Но мы не можем больше дальше продолжать такую практику. Люди законно спрашивают, а государство куда смотрит? Иногда действительно даже добросовестные застройщики попадают в трудную ситуацию. Но граждане не должны страдать. Да, эти риски теперь в значительной степени предложено переложить на банки. И, конечно, банки-то не возрадовались этому. Но нужно настроить их таким образом, чтобы они были заинтересованы в этой работе. Настраивать и устранять возникающие неполадки в новой финансовой системе обещают оперативно. Ведь если сейчас ежегодно строят около 80 миллионов квадратных метров по всей России, то к 2024 году должно быть не менее 120 миллионов. Задача, обозначенная в национальном проекте «Жилье и городская среда». На эти цели государство готово выделить свыше триллиона рублей. Это всего лишь один из 12 национальных проектов. Выступая перед руководителями крупнейших отечественных компаний, Владимир Путин призвал их также не оставаться в стороне. Бизнес – их непосредственный и важнейший участник этих проектов. Рассчитывая здесь на наше самое тесное результативное партнёрство. Речь идёт о капиталовложениях в общественно важные направления, ключевые для динамичного роста экономики всей страны, в том числе в сфере промышленности, высоких технологий, транспортно-связи, экологии и туризма. Омский углеродный след на десятки километров простирается. Зола выброшенная с ТЭЦ. Свежего воздуха не хватает не только Амичам, но и жителям Норильска, Нижнего Тагила, Челябинска, Череповца и ещё десятка городов, где расположены 300 крупнейших промышленных предприятий, которые попали в первоочередной список модернизации. Тянуть с установкой новых систем очистки больше нельзя, отметил президент, обратившись напрямую к владельцам предприятий. Хотел бы вновь подчеркнуть, мы должны руководствоваться здесь прежде всего интересами граждан. Уверен, вы хорошо понимаете, что недопустимо бесконечно сдвигать сроки отказа от архаичных технологий, пытаться смягчить, закруглить тот или иной экологический законопроект, в том числе и хорошо известный о квотировании выбросов. Это значит, если мы допустим такую практику, то это будет означать, что ничего нового, по сути, решаться и вноситься не будет. Мы будем топтаться на месте, отставать от других стран и по качеству жизни людей, и, кстати говоря, по эффективности экономики. И это сотрудничество тоже предполагает обоюдную выгоду. Президент отметил, на сумму экологических расходов могут быть снижены налоги, да и сами платежи в бюджет в последние годы стали менее громоздкими и более прозрачными. В России появились даже особые экономические зоны. То есть у нас теперь не хуже, чем у них. Ну, сколько можно там держать свои ресурсы, деньги, надо уже перетаскивать их в Россию. Условия все созданы. Смотрите, нулевая ставка налога на дивиденды, которая применяется при 15-процентном участии в капитал компании. Где вы такое найдете еще? Это только в каких-то офшорных компаниях. Переводите активы, работайте здесь. Это будет абсолютно безопасно, надежно и комфортно. При этом бизнесмены могут не опасаться наказания за прежние финансовые прегрешения. Амнистию капиталов продлили еще на год. По предложению президента сейчас разрабатывается и законопроект о поощрении и защите капиталовложений, чтобы инвесторы, которые вкладывают деньги сегодня, на многие годы вперед были уверены в неизменности экономического климата в России. Михаил Акинченко, Дмитрий Жгентий, Екатерина Коряка, Первый канал.